На востоке Украины ополченцы сбили два истребителя вооруженных сил Украины. Это произошло в районе города Снежное. Неделю назад там же, в 10 километрах от Снежного, упал малазийский пассажирский Боинг. Факт уничтожения истребителей подтвердили украинские военные. В интернете появилось видео, как утверждается в описании, с места падения одного из самолетов Су-25 в районе села Дмитровка. Ранее о том, что в районе высоты Саур-Могила, это в 70 километрах от Донецка, подбитые два военных самолета, сообщили ополченцы. По их данным, оба пилота катапультировались. Под контроль украинских силовиков перешли город Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. Это РИА новости подтвердили ополченцы. А несколькими часами ранее об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины. За последние сутки силы антитеррористической операции освободили украинские города с севера Донецк и Попасное. Там на центральных зданиях подняли флаг Украины. Сейчас продолжаются бои за освобождение Лисичанска. По данным пресс-центра, украинская антитеррористическая операция ополченцы сохраняют контроль над Луганском, Донецком, Авдеевкой, Горловкой и рядом участков на границе с Россией. Украинским военным удалось прорвать осаду аэропорта Донецка. Борьба за него шла не одну неделю. В самом городе, сообщает в Горсовете, сохраняется напряженная обстановка, хотя днем боевые действия в городе не велись. А с марта, сообщили сегодня региональные власти, в Донецкой области погибли 432 человека. Более тысячи были ранены. Ну а в Киеве сегодня заявили, правительство Украины введет санкции в отношении россиян, которые прямо или косвенно поддерживают ополченцев на востоке Украины. Санкции будут подготовлены в течение недели. Речь идет о списке персональных санкций против физических лиц, должностных лиц Российской Федерации, а также о секторальных санкциях относительно отдельных компаний и субъектов публичного права. Санкциями в отношении России украинские власти накажут сами себя, отреагировали в Госдуме. Глава Думского комитета по делам ОСНГ Леонид Слуцкий напомнил о внешнем долге Украины перед Россией. Что касается возможных визовых ограничений, то ехать на Украину сейчас и так небезопасно, добавил депутат.